Плохие дороги, проблемы с ЖКХ или просто не нравится двор? Организуйте ТОС. Что это, как его создать и чего можно достигнуть? Такие вопросы обсудили на Первом республиканском форуме территориального общественного самоуправления. Один из его участников, Елена Крушневич, работает библиотекарем в поселке Верхний Ланецкий. В 2017 году она неожиданно для себя возглавила ТОС. Сразу же встал вопрос выбрать председателя ТОСа. Ну и, в общем-то, не знаю, я оказалась там, наверное, самая молодая из всех присутствующих. И поэтому жители предложили мою кандидатуру. Зарегистрировали ТОС и дело пошло. Объединившиеся жители построили волейбольную площадку. Установили мемориал в память о героях Великой Отечественной войны. Сами посельчане собрали на богоустройство внушительную сумму – порядка 400 тысяч рублей. Помогает и государство. Изначально на конкурс ТОСов было запланировано 8 миллионов рублей. Когда мы провели итоги первого конкурса, у нас появилось 76 ТОСов в республике. И мы приняли решение, и благодаря поддержке депутатов, выделили дополнительно 10 миллионов рублей. Всего за 2019 год почти 18 миллионов вложили в реализацию 72 проектов инициативных граждан. Еще 350 тысяч на помощь с организацией ТОСов. Вишенкой на торте стал конкурс на лучшую ячейку общественного самоуправления. В этом году участие приняли только 7 организаций. Первое место у жителей Верхнеланецкого. В 2018 году жители деревни Каскес-Наволок первыми обустроили свой быт с помощью правительства. С тех пор программа по поддержке ТОС только набирает обороты. За два года количество ячеек самоуправления увеличилось с 16 до 126. Для более плодотворной работы решили организовать Общереспубликанскую ассоциацию ТОС. Ее создание анонсировал заместитель министра национальной и региональной политики Республики Григорий Фондеев. Данил Чененов, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360.